Здорово, стратегические жевжики, поиграем в Норсгард. ФФА на восьмерых, довольно сильная, смотрите, сплошной камень и железо. Хотя я тут второй, на втором месте по рейтингу, но все равно равная. Так, у нас ФФА на восьмерых, карта Лук, я правда Рагнарёк больше люблю, но да ладно. За БК, так, у нас тут Вепрь, Кракен, два Медведя, два Дракона и Олень. Ну, думаю, это будет интересно. Блин, Драконы, конечно, сейчас тоже мощные с этими их. Ну ладно, посмотрим, как пойдет. В общем, я думаю, игра будет интересная. Приятного вам просмотра, мне интересны игры. Ну что ж, понеслась. Лесопилочку, домик, лагерек скаутов и вырубить мою симпатичную рожицу. Чтоб не отвлекались вы на такую красоту, как я, а смотрели чисто Норсгард. Вот эта фигня включается кнопочкой I, либо вот здесь на миникарте. Переключить информацию о мире. Постоянно спрашивают, сразу лучше произнесу вначале, как это действует. Так, нам пожелали интересной игры. Я ему тоже в ответ. Вот мы звоним Ксима и я. Мы друг в руку пожелали удачи и интересной игры. Все остальные... President quit because you had a bad start, пишет Adrenav 1992. Ну что, я не против, если люди... Ну вообще, точнее, я против, конечно, надо бороться. Потому что они соседу лучше делают. Да, это... Я тоже... Вот в чем прикол FIFA играть? Как раз в том, что у тебя... Какой бы у тебя ни был старт, ты можешь всегда попытаться упросить соседа напасть на твоего... На твоего противника, который тебя гнобит. Так, у меня сразу пять областей рядом. Это, кстати, неплохой старт. В том плане, что у нас не будет... Мы сможем пять областей присоединить. И у нас не будет несчастья, когда до 14 вырастем. Вопрос только, что в этих... Так, сначала вот эту область присоединяем, потому что тут еда. Тут два волка и руинки. И тут волки должны быть. Так, все, возвращаясь. Значит, тут уже нету проходов, нету проходов. Значит, выход у нас сюда только и... И все. Вот тут, кстати, будет еще берег. То есть у нас будет две... На самом деле, две гавани. Ну, нормально, кстати. Выглядит неплохо. Блин, у нас еще и два рунных камня. Вот так, в принципе, наука нормально должна идти за быка. Потому что вот этот трон Торфена дает два предания, пока мы Торфена самого не наймем. Да, единственное, знаете, чего не хватает? Леса не хватает. Вот это единственный минус. Ну, а мы его компенсируем тем, что можем, например, три лесопилки, три дома лесоруба поставить, а не два. Сразу тут дом лесоруба. Потом, наверное... Нет, подожди, не здесь, я его хочу, я вот тут хочу его поставить. Фак. Сейчас неудачный микроконтроль еще. Я не ожидал, что оттуда сейчас прибежит, честно говоря, волчатина позорная. Так, сюда ставим. Блин, я бы лекаря, конечно, сюда ставил, но пока мы туда... Ладно, лекаря тут тоже надо сразу. Так, следующим мы поставим гавань. И после гавани военный лагерь. Так что нам надо 80... 80 дерева на гавань и 50 дерева на военный лагерь. Иду по нижней ветке. Умелая разработка, кораблестроение и военное ремесло. Но идея не в том, чтобы быстрее камень и железо добывать, хотя это тоже неплохо, а в том, чтобы быстрее военное ремесло открыть и получать предание и славу за убийство юнитов. Так, наверное, надо бы отправить вот этого чувачка на добычу. Что у нас еды будет достаточно, сейчас плюс четыре, но только потому что лекарь лечит. Как только он вылечит, тут будет нормальный. Плюс, да и так уже нормальной еды, на самом деле. Так, давайте... О, тут еще и две овцы есть. Кстати, это вообще неплохо. То есть у нас единственный минус, это отсутствие клетки, где больше дерева добывается и все. И это такой, знаете, даже, ну, нормально. Короче, старт нормальный. Старт нормальный. Строим военный лагерь, зачищаем здесь, ставим охотников. Тут еще начинаем науку добывать. И это надо будет зачистить. Ну, да, должно успеть до зимы. Единственное, видите, я буду зачищать волков, не ждя военное ремесло. Но тут не такие большие потери будут. Так что я думаю, просто надо. Просто надо. Чтобы вот эти территории мы могли быстрее присоединить. Мы следуем зимой эту территорию, эту. То есть у нас выход вообще только одна территория. Кстати, стратегически важная. Тоже надо будет ее побыстрее забрать. Так, а знаете, что нам еще дом нужен? Так, подождите. Стояночка. Мы сначала дом строим, а потом военный лагерь. Потому что у нас сейчас уже предел по жителям будет, а у нас нормальный плюс идет. Сначала дом, потом военный лагерь. Да, все зашибись. Хороший старт. Видите, у нас предел дальше не растет, потому что домов нету. Да, единственное, у нас еще будет немножко мало денег в начале. Но это все спокойно. Потому что всего одна территория для быка. Классно, когда у вас две территории, где вы гавань можете поставить. Но я вижу, что вот эта территория тоже, где мы можем гавань поставить. Возможно, кстати, и эта. Но, по-моему, нет. Но мы компенсируем те деньги вот этими руинами. Там деньги есть, когда вы следуете скаутам их. И, собственно... В итоге, получается, мы ничего не теряем. Не знаю, может начать камень добывать зимой. Куда напала? Ладно, ну там разберутся. И надо зачищать территории. Сразу колонизирую эту. Так, должны до зимы вылечиться и зачистить тут. А, еще нету восьмидесяти дерева, я имею в виду. Да, должны зачистить ту территорию, успеть. Давай, давай, давай. Полмесяца до зимы. А почему до зимы? Потому что зимой на 20% слабее юниты. И, получается, мы 100% не успеем тогда зачистить. Легионы берем. Все, этого обратно в жителя. Нам не надо будет. Тут мы будем отбиваться обычными юнитами, если будут нападать. А так у нас, иначе, воин будет стоять просто жрачку потреблять. Ни за что. Все, зимой отправляем скаутов исследовать и военное ремесло берем. Кто-то скажет, что можно было подождать до военного ремесла и тогда зачищать волков. Ну, я не считаю. Я считаю, что в этой территории должна уже стоять готовая быть колонизация. Если что. Кстати, возможно, я даже тупанул. Возможно, надо было... Кстати, вот давайте мы сюда отправим. То есть, минус 7 нормально. Надо было сначала эту территорию забрать. А потом, зарезав овец, забрать уже вот эту. Вот это более верно. Надо было сначала эту территорию забирать реально. Потому что тут и деньги, и тут еще и железо, которое нам необходимо для торфена. И из-за этого я немножко сейчас буду тормозить, на самом деле, в развитии. Я думаю, это ошибочка не... О, еще... Ну, ладно, тут еще у нас эти обломки корабля. Ну, вообще, старт очень неплох. Если не считать моего тормозючества... Так, я сейчас проверю, что я тут точно не могу исцелять, что у нас выход в одну зону только, да. Или в две. Не, в одну, в одну. Точно в одну. Нормально. Еще мне нравится так, 120, но... Если мы откроем колонизацию, там будет дешевле стоить. Видимо, до колонизации будем сидеть, ждать. Значит, надо камень добывать. О, е-мое. Ну, почему двумя? Ну, короче, тут вот явно прям лагерь этих волков. Все равно неудачный я микроконтроль сделал. Ой, блин, да, лагерь волков, видите, поэтому они такими тут нападают пачками. Так, минус шесть, но мы вытерпим до лета. Надо будет камень ставить, добывать. Вообще, я сначала поставлю склады. Склады сначала поставлю, а потом камень. Ну, эти минус шесть, это из-за того, что зима, и тут осталось совсем чуть-чуть до лета. Не должны голодать начать. Наш второй камень тут. Ну, все, все неплохо. Все довольно неплохо. Если не считаете, что я криворуко играю, но это другой вопрос. Ну, в общем-то, ждем канализации, блин. Канализации, строим три канализации, ускоряем демократию, да? Колонизацию жду, чтобы вот эту территорию не за 120 еды, а за 80 присоединить. А 80 у нас к этому моменту уже будет. Сейчас еще один склад построю. Ну, на самом деле, вот эта ошибка была. Надо было сначала эту территорию присоединять, а потом уже эту за счет убийства овец. Это у нас торфен поздновато появится. К концу года, наверное, только. Еще и волки будут периодически. Ну, хотя это тоже науку ускоряет нам. Ну и плюс у нас два... Мы должны быть сейчас лидерами по науке в любом случае, да. Ну, наверное, давайте строить каменоломню, рудник. Все важное тут уже построил. Потом нам рудник только здесь еще нужен будет. К тому моменту, как мы присоединим территорию, у нас 50 дерева точно будет. Видите, минус 4, но сейчас это уйдет за счет присоединения вот этой территории. Это как раз... Почему я говорю 5 территорий хорошо? У нас ровненько 14 населения имеет счастье от 5 территорий. Вот прям тютелька в тютельку. Так, овечек перебрасываем сюда и ставим тут добычу железа. Драугры до второй зимы не нападают. Поэтому отсюда нападений ждать нету смысла. Давайте я, наверное, сразу исследую руины. Не буду тут зимы ждать. Потому что это плюс по науке. Ну и денег дофига, но деньги сейчас мне не нужны. Вот прям в данный момент. А вот наука нужна. Чтобы мы быстрее градостроителя откроем. Ну, соответственно, кстати, и деньги помогут градостроителю быстрее все территории улучшить. Градостроитель это способность чисто БК. Улучшение зоны дешевле на 50%. То есть вместо 100 монет 50 стоит. И в улучшенных зонах обученные бойцы получают плюс 10% к производству. А у зданий затраты на содержание уменьшаются на 50%. Это значит, что, например, вот здесь. Я вместо того, чтобы развить зону за 100 монет, за 50 ее разовью. И все, что тут находится обучено, это имеется в виду не простые поселения, а там, например, дровосек, моряк и так далее, и так далее. Будет больше на 10% ресурсов приносить. Ну и содержание. Вот видите, тут, например, содержание. 23 монеты в ход. 18 монет в ход. 33. Не в ход, а в год. В год, извините. В год. Это все будет уменьшено на 50%. Ну, то есть, соответственно, бабло, бабло, бабло. Кроме того, нам нужно 250 золота, чтобы нанять Торфена. Кстати, возможно, мы даже не будем... Ну, там, по-моему, 100 монет нам дадут. Да, 100 монет и 50 науки. В общем, нам одну область хватит улучшить и Торфена взять, потому что, в первую очередь, нам надо вот эту территорию присоединять. Тут у нас и... Кстати, еще и Ведрфельнер тут есть. Ну, тут охренеть, конечно. Ну, короче, вообще, я бы даже сказал, что у меня шикарный старт. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Я мог бы, конечно, кто-то скажет, можно улучшить было ратушу. Но дело в том, что если я улучшу ратушу, у меня появится опять жилье, население, и будут появляться жители, и меня в несчастье отправят. Поэтому пока я не могу... А, все, так слушайте, я могу сейчас уже Торфена нанять. Вау. Так. Есть одна проблемка. Он... Ладно, пускай там они бьются. Вообще, знаете что, нам надо, наверное, дождаться появления релика Торфена. Я не думаю, что я трех драугров одним Торфеном могу убить. Давайте, релик появится где-нибудь, нет? Хотя они не стреляющие. Давайте хотя бы одного побьем. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Нам надо эту территорию забирать. 110. Одного мы точно должны убить. Потом отступим. О, как раз релик выкопаем, пока его лечить будут. Один драугар, восемь науки, три... Три престижа. Неплохо. Конечно, лучше всего это работает еще, когда у тебя воин есть. Но у меня нету денег сейчас воина на плене. Темные эльфы еще нападают. Сейчас посмотрим, далеко ли они. Вот это, наверное, сосед мой. Ну, я хочу сначала выкопать вот этот... Не знаю, какой артефакт, как это лучше назвать. А потом уже с эльфом драться. Вон, бежит уже. На какую территорию? На эту, что ли? Ну, нормально, нормально. Так, а что мы выкопали? Наносить урон по площади. Ну, такое. Так, ну, это крысы. Сейчас минус четыре будут некоторое время давать к еде. В общем-то, нормально. Давайте, может, мы перебросим. Ну, и минус по несчастью. Это из-за того, что они сейчас действуют. Давайте, может, мы какого-то лесоруба в добычу. Потому что у нас пока нормально с деревом. Плюс мы его тут сейчас получим еще. А вот еда нам нужна, чтобы эту территорию присоединить. С другой стороны, у нас еще овцы есть. Опять же, зарезать. Да, ну, хватит нам силы его убить. Да, елки. Ошибочка. Так, постоим здесь. О, даже еда появилась. Отлично. Забираем. Так, давай-ка мы торфяна будем лечить. Надо заменить лекаря на нераненого и не злого. Иначе, опять же, минус двадцать процентов. Ну. И торфяна, в первую очередь, лечим. Так, теперь сюда ставим. Гавань. Боже, как эти волки задолбали. Так, знаете, что мы сделаем? Мы об них убьем раненых. Жестко, конечно, но... Но... Как его? Действенно. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на их лечение. Вот так. Все, теперь мы тут стоим, я думаю. Дальше вот этих надо сейчас вылечить до максимума. И дальше вооружейника идем. Так, скаута исследовать руинки. Не руинки, а кораблекрушения. Это 200 дерева, по-моему, и 100 золота. Как-то так. Или 200 золота дерева, не помню конкретно. Так, все равно у нас минус поедепа. Ну ладно, у нас есть овцы. Сразу зарежу. Потому что нам надо развивать территории и ставить здесь кузню. На, с монет. Деньги, напоминаю, у нас будут сейчас с кораблекрушения. Блин, вот это у нас, знаете, кто? Это у нас вепрь. Как раз хост. Значит, нам надо быстрее вот эту территорию забирать, а то он ее заберет. И он на защиту прокачивается, между прочим. Будет анально огораживаться. Опа. Одного дракона победили. Нифига себе уже кто-то зарашил. Вау, и фиолетовый сдался просто. А что произошло, интересно? Так, сейчас мы мореходов улучшаем. Давайте скаутом вот эту территорию откроем. Ну это же здорово. Не знаю, кто-то напал. Или он может в команде с этим играл. Раз того победили, он решил такой, ну все. Не люблю тимеров, которые приходят в ФФА играть. Но, правда, тут, знаете, так сказать, не доказано, да? Так, все, вот теперь, наверное, уже можно улучшать. Так, здесь я, наверное... О, о, как раз ровно куаторфен напали. Разобьем зону и улучшим оленеводов. Блин, минус два. Ладно, давайте этого на добычу еды пока. Нам 50 денег не хватает на улучшение. Буквально так. И разведчика вернем. Вон мой сосед. Значит, один сосед сдался просто. С непонятного... Так, морехода улучшили. Пока. Блин, а что я ждал? Я же могу мореходов здесь улучшить. Они не требуют денег. Они только дерево и камень требуют. Так, тут добыли все. Знаете, что надо еще одного... А еще один точно дом лесоруба ставить, я думаю. Так, улучшено, улучшено, улучшено. Сейчас вот военный лагерь поставлю, тоже улучшу территорию. Разовью зону. Так, ну зашибись. Зашибись. Тут надо ставить добычу железа. Так, ну нам пора сделать юнита, потому что он... А, опять 30 монет. И захватить эту территорию. 140, чтобы эти не прибежали. Значит, это будет очень... Очень больно захватывать. Ну и пора уже зачистить этих волков. О! Там два... Куда ты бежишь? Все, стоим, ждем 140 еды. Так, я думаю... Я сейчас 140 еды, сначала дождемся. Ну и это шестая территория, у меня тоже проблемы со счастьем решит. Потому что 16-й... 16-е население не заберет счастье. А территория... А территория... Каждая территория дает счастье. Мобилизация открыта. Я просто два боевых опыта получаю за военные лагеря. За каждый военный лагерь плюс один боевой опыт. Это из-за взятого легиона. Вот. Военные лагеря дают боевой опыт. Так, дальше ставим сюда добычу железа и военный лагерь, наверное. Наверное, даже сначала военный лагерь. Ну, чтобы просто улучшить эту территорию. Так, здесь военная подготовка. Это дешевле ап военных лагерей будет, но это не сейчас. Мы будем делать... Так, ну и в кузню, наверное, улучшать дружину надо. Все, еще сто науки. Я сейчас вообще должен быть лидером таким конкретным по науке. Прилично так даже. По-моему, мой сосед даже не успел... Мне нравится, что хост сам писал, не ливайте, если у вас окажется плохое место, и сам ливнул после второй зимы. Нормально вообще? Так, что-то за паузу у нас. Надо соседа, конечно, исследовать. С другой стороны, у меня этот Верденфелл. Верденфелл... Как этого зовут? Он сам сейчас будет открывать тут территорию. Ну, соседа надо исследовать с другой стороны. Пришлось окно закрыть, а то там кусты стали стричь. Так, добываем железо. Плюс 9 по еде. Думаю, что надо, может, и на камень сразу поставить. Я точно апну лагерь разведчиков. Точно апну военные лагеря уже. С другой стороны, у меня стоит без дела лагерь по добыче дерева. Но камень тоже. Но с другой стороны, у меня еще одна овца. Так что я думаю, что лучше быстрее добывать все. А, да не буду... Этим летом не буду никуда лезть. Ни на троллей, или кто они тут? Ни на кобальтов, ни на медведей. Видите, 16 из 16. Так, тут мы все сделали. Давайте дерево добывать. Пока. Потом я, наверное, точно улучшу охотников и точно улучшу мудрецов. Вот один из вариантов в научную победу попробовать. Ставлю место для... Вот здесь место оставлю для... Алтаря. Здесь военный лагерь построю. Тут место для реликвии оставлю. Или здесь, кстати, для... Слушайте, а тут, кстати, совершенно случайно все-таки нельзя гавань. Совершенно судя. Нет, нельзя. Еще тут можно для реликвии еще оставить. Буду военные лагеря зимой строить. Опять же, напоминаю. Что зимой поселенцы меньше добывают еды, поэтому их лучше на... На строительство чего-нибудь там, или на скаутинг отправить. Хотя у меня только два поселенца свободных. Ладно, я одного из лесорубов на строительство переброшу. Так, вообще, мне надо 15 камня на алтарь еще сохранить будет. Вообще, я бы, наверное, сейчас даже алтарь построил, а не аппл. Да, я вот зря аппл. Эти надо было сейчас алтарь строить. Потому что алтарь после каждых 200 славы, за каждые 200 славы дает счастье, еду, древесину, золото. Ну, то есть, в моем случае, где у меня уже 400, это был бы неплохой прирост. Чем раньше его построишь, тем лучше. Правда, у меня денег пока на него не было, но... Значит, двух этих я сейчас отправлю на скаутинг. Вообще, защищенность берем. А это значит, что нам надо дом построить. Вот этих я двух отправлю, значит, на скаутинг. А этот у нас будет военные лагеря строить потихоньку. Ну, я на церемальный костер вообще не мог ничего отправить, потому что у меня нету оленя в среде... А, олень далеко. Так, домик построили. Строим военный лагерь. Развиваем зону. У нас пока нету 15 камня, поэтому так... Не боюсь. Мне нужно 300 дерева, 300 золота и 15 камня на алтарь. Но оно быстрее восстановится, чем я камень этот наберу. Поэтому я не боюсь тут развивать зону. И не боюсь сейчас еще военный лагерь сразу. Хотя плюс 5. С другой стороны, я просто третьим его поставлю. Один всего лишь всего нападал, этот? Блин, если бы не лето, я бы сейчас... О, никто центр карты не открыл? Вау. Это прикол, конечно. Блин, а может попробовать их зачистить? Если бы больше мне не хватит одного Торфена и воина, петельня, должно хватить. Ай, ошибка! Фак! Какой у меня контроль галимый? Просто... Просто трындец. Так, давайте сразу на... Сейчас будет 315, и тут 3 ставите третьим надо поставить просто. Вот тут мы все добыли. Кузницы... Наверное, в кузнице рели... Сначала алтарь поставим. Сначала алтарь. Потому что реликвия там тоже требует ресов. 50 дерева, 100 и 100 монет, по-моему. Да. Что у нас по победам? Ну вот как раз синий идет... Ну и тем более, что это олень. Так, а это у нас медведь здесь. Хорошая территория. Ну, красного надо попробовать вынести, наверное, этим летом. Ну куда? Ну что... Вот что вот это вот за хрень? Я кликнул на волка... Блин, трындец. Два раза ударил. Ну возвращайся! Ну что такое? Блин, ну... Блин, что с управлением в этой игре стало? Просто трындец. Так, релик требует 10. Давайте я сначала, значит, улучшу охотников, улучшу мудрецов и только потом релик сделаю. Хочу красного полностью исследовать. Так, теперь сначала потрачу на воина. Потому что воин быку у каждого дает бонус к производству от размера армии. То есть этот воин дает бонус к производству, но заодно мы еще можем что-нибудь повоевать с кем-нибудь. Наверное, вот тут попробуем немножко волков поубивать. Так, и наконец релик ставим. Ну куда ты пошел? Ну почему ты дальше не исследовал здесь? Куда ты пошел, блин? Так, мы волков именно бьем. Потому что они не будут восстанавливать. Ну то есть, короче, они больно бьют, но их быстро убивать. А потом лучше... Потом... Лучше убить кобальдов. Темные эльфы нападают. Ну, темные эльфы могут только на эту территорию напасть. Поэтому ждем мы где-то здесь. Так. У красного мишки сосед темный мишка. Окей. Макин щит. Ну вот как они так делают? Ну вот почему ты бьешь этого? Ну как это так работает? Господи, чуть не потерял Торфена еще при этом. Я не знаю, что-то с управлением, конечно, через жопу. Ярестный натиск возьму. Это улучшенные войны еще круче бьют. Блин, а мне еще нужны дома, между прочим. Давайте здесь поставлю. У меня аж плюс 4 счастья, я что-то не увидел. Я открываю его соседов, но в том плане, если кто-то на кого-то из них нападать будет. Так, можно эту улучшить. И эту улучшу. Ай, боже. Не добил одного волка, и вот что происходит. Красный меня исследовал. Так, надо переключиться уже на... Подожди, не понял. Я вижу два... А, вот второй. В общем, и вот это надо зачищать. Очевидно. О, красный напал на этого парня. Так, ну, мяч это точно надо зачищать медведиков. Что-то не видно, чтобы он защищался как-то. Подши и мореходы приближаются. Давайте мы, значит, еще одного сделаем воина. Зачистим медведей, пока там тот на черного нападает. Ну, он фиолетовый, бен, ведь такой цвет. Так, так. Добили они ему медведя. Ну, вроде фиолетовый... Ну, если и не отобьется, то с небольшими потерями, короче, это будет. Ну, и ради вот того, чтобы тут добыть вот эту вот фигню. Так, а тут на красного еще и эльфы нападают. Так, я надеюсь, сейчас... Так, фиолетовый спас своих этих нормально. О, боже, ну это какие-то приколы. Ну, это просто приколы. Я сейчас потеряю Торфена с этим управлением. Ну, это дебильство. Ну, что это за говно? Ну, охренеть. Просто, просто, я не знаю, как вот это комментировать. Просто миллион этих напала. Ну, в общем, там у них ничья получилась, я так понимаю. А в это время я кобальт тут сношают всячески. По-хорошему, сейчас это зачистить, пока их там мало. Ну, их уже пять, понимаете? Пять. Уже пять, блин. Трындец. Так, сколько тут? Один... Одного камня не хватило добыть, убили мне. Так, а ну-ка отправим сюда. Сюда. Пять из пяти, четыре из трех. Так, тут у нас релик будет стоять. Сюда нужен дом. И... Так. О, там фиолетовый уже на красного нападает. Ясно, короче, красный... Красный зафейлил. Все-таки. Я сейчас улучшу территорию. А потом уберу... Потому что улучшать можно только когда у вас максимум зданий стоит в территории. Да вы прик... А, эти теперь падшие мореходы кончены. Господи, я смогу в этой партии спокойно посидеть вообще? Они еще хоть и минус десять, к счастью, дают. Серьезно, красный сдался. Красный сдался, даже... Ой, обожаю таких игроков. Даже не поборолся. Неудержимость. Пойду зачищу даже зимой. Ну, вверх волка этого уберу. Конченого. И кобальдов конченых. Все конченые, короче. Один я. Белый стою. Коричневым пальто. Как обосравшись. Ну, где второй? Так, ну вообще мне надо бы, наверное... Ладно, пускай он эту территорию откроет. Кнос лидер. Синий. Мне бы как-то в сторону... Вообще я лидер, ладно. Извините, быканул. Но я бык с другой стороны. Почему бы быку не быковать, да? Просто убиваем этого, отходим. Сейчас вылечимся до конца. Попробуем этих поубивать. Разведчик сразу... Сделал нового разведчика, сразу ранен. Но это я кобальдов открываю. Это кобальды, сто процентов. Я их хочу полностью убить, потому что они задолбали. Так, сколько у нас до релика? Долго. Отлично. И вот их там 11. Не знаю, на стоит ли бывшую территорию... Вепри открывать. Мне кажется, нет. Пошли вот тут пооткрываем. О, а там оранжевый синего... Долбит. И походу он его реально раздолбит. Так, это чувак, у которого рейтинг выше, чем у меня. Так, ну вот эту территорию нам надо будет забрать ради камня. Так, может, нам лучше к оранжевому как-то... Ну, он отступает почему-то. Возвращается. Не, походу, синий... Синий вообще ничего не убил. Одного юнита убил. О-о-о-о. О-о-о-о. Да. Да, и синий сдался сразу. Такие себе игрульки. Спасибо. Это жена бутылку камякает. Она подходит специально ко мне, к микрофону. И камякает ее, чтобы вас отвлекать. Блин, еще и этих убил. Эльфов. Ладно, надо этих валить, потому что тут у меня... Очередной доспех. Ну, тем более мы это кучу сейчас славы возьмем. Тут еще, я же лечусь еще за убийство. Теперь взятие, после взятого неудержимости. Так что, торфеном против большого количества юнитов любо-дорого воевать. Давайте глянем, что здесь. Может быть, мы чисто этими убили... Нет, четыре. Наверное, подождем торфена. И где у нас еще предметы? Ага, вот там. Понял. Так, этот скаут умер. Как раз к предмету. Подождите, тут, по-моему, он... Вот тут. Нет, значит, сюда надо... Заберем эту территорию. Потом зачистим... Эггер выковали. Эггер я сюда хотел поставить. Ну и тут больше ковать нечего. Давайте убираем. Ставим, не знаю, лагерь метателей топоров. Здесь ставим на добычу камня. Камень чисто на ап военных лагерей. Знаете что? Я поставлю башни, потому что Кракен может насылать своих этих призрачных бойцов. Причем он может насылать не только на приближение, просто те, которые рядом с берегом находятся. Так, дальше мы пойдем, наверное, в Счастливчики. Ах, господи, почему эта игра вот 100% где-то у них просчитано. Просто вот максимально, когда тебе неудобно, чтобы вот это происходило. Ладно, зато я их убью сейчас. Так, где у нас еще снаряжение? Там и там. Ага, значит, вот тут. Вот видите, их всего пять тут осталось. Заходим. Задолбали, блин. Ну и где тут лагерь можно поставить? Вы прикалываетесь? О. Реально вот только здесь? Ах, 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 ах. essionalsхи. так что у меня вообще дерево немерено давайте здесь лагерь метателей топоров поставим есть тоже лагерь метателей топоров и щитоносцев так а здесь домик да вы прикалываетесь да дайте отдохнуть хоть раз блин нормально посидеть спокойно что за нападение постоянное задолбали другой стороны чем я жаловаться это мне дает науку и славу но блин просто невозможно только задумаешь что-то сделать какая-то фигня начинается где-то в другом месте так сюда идем добываем еще где у нас вот там короче давайте два скаута мы с этой стороны на оранжевого попробуем напасть тут у него явно а тут наверно нету проходит не чё вепарь сдался так но я тут лидер но а вон дракон с медведем борется ну да меня на оранжевого нападать пока эти друг другу мне кажется тут дракон вынесет дракон слишком мощно он ему одного убил кстати его да но это один против трех он у него красный нападал это это он имеет ввиду я так понимаю может этих зачистить пока а он убил зеленого так это вот этот чувак убил зеленого потом красный на него нападал он еще красного убил а теперь желтый воды бы добивает да тогда чё сдался мой сосед не пойму это тупо хост хост создал игру там вроде ну не маленький рейтинг взял сдался нормально нет так но я буду это зачистил мой гул нупс а так а вот теперь проблема что оранжевый желтым могут собраться и наверно поэтому я наверно пока уберу с преданий да вот мой релик лежит а еще где-нибудь он так и шесть поменять могу могу вот это я лучше на уворот поставлю так один там все опять а последний еще не появился так вот тут я увидел желтых только что очень интересно а он их решил убить ну плохо конечно же тут сидел сиси мял так вот а и 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 о за янера ошибся нападать сейчас на желтого � жюй ab это тьед он один остался одного уже убил ему фиолетовые синие часто порядок когда да Субтитры сделал DimaTorzok Не успел, не успел Кайф А еще армия у тебя есть? Ну что, ты же просто сейчас сдашься, что ли? Да, он просто сдал Ну, это не дело, конечно Просто не дело Так, ну я сейчас пойду, наверное, в научную победу тогда Сейчас заберу вот этот центр И хайжелтый сам меня атакует, если ему надо Не буду расформировать армию А, у него, наверное, да Он славой побеждает, черт Эх Фак Ну Идея в том, что у нас оказались слабые соперники, на самом деле Что у оранжевого, что у меня Я тут не могу Ну, то есть, один сосед просто сдался У этого Поздавались Давайте посмотрим Может на зеленого хотя бы оранжевый Не на зеленого, вот на этого Фиолетового рядом со мной На него хоть кто-то что-то посылал Ну, то есть, я даже не мог сейчас вместо желтого на него идти, в принципе Я просто смотрю, нападал ли кто-нибудь на фиолетового Почему он сдался-то Сейчас заберет вот эту территорию Я просто могу представить, что оранжевый А вдруг оранжевый послал на него призрачных воинов в каком-то месте И он поэтому сдался Хотя бы Тут, конечно, как лев дрался вот этот синий Получается Этот темно-синий, видите, зеленого Терпит поражение Просто сдался Короче, я могу Вот проиграл в зеленый На этого фиолетового никто не нападал Никто не нападал Он просто сдался Просто сдался Видите, тут агрессор, агрессор Терпит поражение, на самом деле, там было написано, что он сдался Я думаю, что они вдвоем Тимплеили ФФАшечки Ну и давайте статистику глянем Ну, это оранжевый, конечно, запаси еды И все, искупил территорию просто Ну, не мог я к нему пройти в тот момент Просто не мог В принципе Еще как-то желтый сагрил меня, что он пришел на эту территорию, там зачистил Наверное, надо было настойчивее туда исследовать Ну, блин, синий как-то слабо сыграл Просто сдавшись оранжевому Ну, вот такая партия получилась В любом случае, спасибо, что смотрели Я думаю, многим из моих зрителей нравится в Норсгород постоянно возвращаться На этом все Играйте в умные игры и слава Украине Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Лайк, комментарий, подписка Возможно, суперспасибо и спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok